70% сельского населения, 70% из тех, кто уезжает из страны, это сельское население. И линия, которая сейчас взята на сельское хозяйство, вот это вот эти крупные холдинги, которые контролируются из офшоров, 4-5 холдингов, 4-5 бояр, которые хотят взять по 100 тысяч гектаров. Когда гражданин четырех стран вывозит пшеницу, скупил более половины элеваторов в стране, и диктует политику аграрную, я задаюсь вопросом, что будет. Я никогда не забуду из предвыборной кампании вот этот вот случай в Талмазах. Это село, которое в советское время имело 10 тысяч населения. Сейчас оно имеет 7 тысяч. Стоит примар, который работает на этот холдинг. Я его спрашиваю, сколько земли обрабатывает холдинг у тебя? 90% земли. Сколько человек работает из села? Он стал разуваться, разбываться, считать на пальцах, на ногах. Аж 4 человека насчитал. 4 человека насчитал из села. Рядом стоят 10 фермеров, которые занимают остальные 10% земли, их больше. Там плавнее, это овощеводство в основном. Я спрашиваю, у вас сколько работает? Посчитали с сезонными работниками 450 человек из села работают. Так какое сельское хозяйство? Я спрашиваю этого примаря, так вы кого поддерживаете? Я вот спрашиваю всегда, вы кого поддерживаете дальше? Какое сельское хозяйство вы хотите? Новая власть поддержит сельское хозяйство? Я не уверен. Вот если, допустим, по коррупции, реформа юстиции, образование, там во многом позиции совпадают, по сельскому хозяйству у нас всегда были разногласия. Я далеко не уверен, что по сельскому хозяйству будет подход очень серьезный, будет поддержка сельской местности, фермеров, будет этот национальный план, спасем село. Потому что я тоже не верю в быстрые инвестиции, и я не верю в их ключевую роль, особенно на первом этапе. Инвестиции придут, когда увидят, что здесь как-то поменялась ситуация с коррупцией, с юстицией. Рынок Молдовы маленький. Я тоже не делаю особый акцент. Но вот эти деньги, фонды, которые к нам пойдут, и большая часть из них, в принципе, на хороших условиях, чтобы не сказать на шагу. Вот эти деньги надо приоритизировать. Для меня, например, одним из приоритетов социально-экономического развития – это Молдавское село. Как три компонента. Три компонента с системным подходом. Инфраструктура, другое сельское хозяйство и увеличение пенсии.